Ну, наконец-то, 12 ноября, во всех работающих кинотеатрах России, Белоруссии и Казахстана, непосредственно Каха. Как ты, Руслана, обгонять, Сабраса? У него же гоночная машина. Пока не знаю, братан. Короче, в следующую субботу просто на стрит не поедем и все. Ты что, гонишь? Я же слово дал, это не по понятиям. Каха, здорово. Ну что, мы встаем послезавтра, или ты передумал? Давай встанем. Я никогда своих слов не отказываюсь, или ты сомневаешься? До встречи. Да я походу встрял, да? Потому что все из-за тела. Ну да, меделка. Каха, если ты не обгонишь его, не выиграй, тебе проще застрелиться. Если сверху еще воткнем турбину, поедем хорошо. Сколько бабок надо? Скажи. Двести тысяч. Какой я не стартовый! Так, что ты с ним, из-за меня зарубился? Влюбился. Нет, говорю! А ты о чем мечтаешь? Я хочу стать президентом мира. Ты смешной. А ты слепая. Поцелуешь меня? Музика, по-братски, помоги. Все, что вынесем, пополам попилим. Доктор сказал, что можно сделать операцию, и она сможет видеть. Не хватает двести тысяч. Какой ты мне, брат? Ты на девочку повелся? Туна тебя! В моем кругу тебе места больше нет. Вот так вот в этом городе дружат, брат. Ты же хотел снять, как все на самом деле. Фу, что это? Не знаю, банка в море плавала, я подобрал. Обстановка по кайфу. Мне непосредственно каха звали. Если хусора повяжут, я их всех сдал. Кого ты же дашь, брат? Что я ей ответил? Останови ее! Стой, сука! Сука, дебил, не так! Добрый вечер, Софочка. Это у меня от моего брата Шакалу. Пойдем, пойдем, пойдем. На что способна бэшка, мы знаем с завода. А что может вытворить на трассе Копейка, хрен когда угадаешь. Это Сочи, Кахи и Серго. Обстановка по кайфу. Это что такое? Это мы кино снимаем. Камер не брал. Братан, не обессудь. Я тебя не боюсь. Ты где? Я иду к вам. За тобой нет хвоста? Нет. Ты четко следуешь моим указаниям? Да, перед выходом, как вы и сказали, я поправился на 30 килограмм. Молодец, жиробасенка моя. Затем я проплыл реку на спине под водой. Утонул? Утонул. Молодец. Затем я слушал песни Клавы Коки 7 часов подряд на репите. Блеванул? Блеванул. Ты ж мой краш. Смотри, тебе осталось совсем чуть-чуть. Сначала ты пройдешь свору бешеных собак, а затем квартал старых проституток. Я понял. А, фу, нет. Уйди от меня. Уйди. А, уберите их. Помогите кто-нибудь. А, отстань. Мои яйца. А, яйца оставь, мои сука. Вы же по любому еще не привитые. Какие у вас огромные блохи. Я, блядь, не пойму это у вас блохи или вы у блох. На, возьми мне тухлое мясо. Все. Я прошел старых проституток. Ух, отлично. Видишь вывеску? Да, я перед ней. Посмотри налево. Теперь ты понимаешь, через что проходят люди, которые катают на плохих румах. А где мы будем учиться? Мы будем учиться сразу на самом лучшем покерном руме в СНГ. с самым большим русскоязычным сообществом. И для этого нам нужен только компьютер. Вы же в ССРГУ здесь давно катаете. Да, поэтому чувствуй себя спокойно. Здесь нет шулеров или мошенников. И есть все необходимые лицензии. А главное, ввод и вывод средств происходит моментально. Так, с чего начать? Смотри. Нужно просто зарегистрироваться и скачать приложение. Это примерно одна минута. А самое главное, что с нашим промо-кодом тебе дадут плюс 150% к депозиту и еще три секретных бонуса, которые ты посмотришь сам. Катай. Как круто. Кстати, бонусы доступны для всех желающих по ссылке в закрепленном комментарии по нашему промо-коду КТВ. Залетайте. О, а что такое флеш-рояль? Всем здорова! Это новая передача шоу. Как хотите, называйте, как вам по кайфу. Короче говоря, на канале КТВ называется Братский стол. У-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у! Короче, со мной эту передачу шоу, как хотите, называйте, будет вести Руслан Хачмамук. Это основатель, создатель команды, ударной команды, утомленной солнцем, это там, где были Миша Галустян, Александр, Ева, все эти миллионеры, остальная команда сейчас где-то что-то там доедает. Я не знаю, ну короче, у них тоже, наверное, все нормально. У них все нормально. А также он делает множество сериалов юмористических и кино, в том числе непосредственно Каха. Короче, если бы не этот человек, то, скорее всего, 50% юмора в стране просто не было бы. Что, сразу к гостю переходим? Да, давай, сразу позовем. Значит, мы с Русланом долго выбирали, кого же позвать, кого позвать, выбирали, смотрели туда-сюда, и в итоге решили, что все под рукой. И наш первый гость Екатерина Нефедова, встречайте. Катя, привет. Привет, брат. Привет, привет. Здравствуй, старший брат. Здравствуй. Заходи. Короче, наша передача, знаешь, в чем смысл, название вообще. Все, что мы за этим столом обсуждаем, это все по-братски. И никто не обижается. Никто не обижается. Все. Я объяснил. Или туда. Я объяснил. Шоу «Братский стол». Поехали. Катя, у тебя 500 тысяч подписчиков. 531, попрошу. Откуда они? А это он поделился. Жалко не деньгами, но пускай подписчиками. Не деньгами. Подожди, ну вот у тебя 531 тысяча подписчиков. По идее, ты должна уже начать зарабатывать. Я за качество, поэтому мы пока выжидаем, выжидаем. Ты что, сейчас хочешь сказать, что ничего не зарабатываешь? Ну, только шабашкой. То что же? Инстаграм шабашкой, это что такое? Нет, с инстаграмом это не связано. О, кстати, а что ты делала до инстаграма? Я работала, не покладая рук и ног. Чьих? Своих, конечно. Тёма, Тёма, я скажу, я очень внимательно изучил инстаграм Кати. Вот, и первое, что мне бросилось, ну, пойду передерну. Короче, я посмотрел, и у него написано официальное лицо ФК Ростов. Мы очень плохо изучили мой инстаграм, там просто написано, что я мисс ФК Ростов. А ты лицо ФК Ростов говорила? Ты, да, да. А что значит официальное лицо? Ты, ну, как бы, на официальных мероприятиях присутствуешь каких-то там, когда ленточки перерезают? Ну, да, так должно было быть. Но? Но немножечко, вас немного сильно наебали. А что пошло не так? Ну, я не знаю, не знаю, может быть, жены приревновали, может быть, еще какие-то... Жены футболистов приревновали? Ну, да, будем моменты. Молодые ребята играют, нет? Да, молодые, они все же. Это же надо, потому что их разбирают щенками, конечно. Везде. Ой, 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 сильно! Это шел с камень в огород. Ой, 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 их разбирают щенками, клянусь, это просто золото. Я тысячу раз наблюдал, когда на трибуне сидят красивые тёлки. Да, да. И просто смотрят футбол и выкладывают в сторис сегодня, на комотив, что-то не так. Как это произошло? Ты была на мероприятии общим с футболистами, и жены спалили тебя, и там что началось? Нет, я просто прослышала такие слухи, что, как бы, это немного нервирует женщины. Они-то возрастные все более? Возрастные? Конечно, они малышей забрали, а сами над ними ток-ток-ток. Получается, футболисты все дети, что ли, или что? Ну, они все молоденькие. Они не соображают? Ну, как он не понимает, что, например, вот это, я сейчас не говорю конкретно за кого-то. Да. Вообще, футболист выбирает себе камень, ну, только если она красивая, и всё. Ну, судя... Я, с другой стороны, давайте... Расскажи, мой дед сейчас охуеет, отвечаю, такую информацию. Мой дед знаешь, как выбирал жену? Как? Приехал в село в какое-то, ему говорят, это девочка из такой-то семьи, это семья такая-то, такая-то, хорошая, уважаемая девочка, порядочно, ты-то говорит, всё, забрал, шесть раз не переспал, четыре из них, сколько у него детей, три раза у него дети получились, и всё. Это моя история, вот я бы так... Ты тоже шесть раз переспала с одним футболистом. С одним дедом. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, мне похуй. Короче, я хочу... Девочки, которые приходят искать себе мужей футболистов, они проходят обучение такое где-то, или они читают это всё, что типа я так... А в сайт такая хуйня, это тут такая хуйня, так, тут... Слушай, но футболисты в основном они только футболом и увлекаются, поэтому тебе хочешь-не хочешь, чтобы поддерживать с ними какой-то разговор, надо знать о футболе. Вообще, это гениальная пара футболисты-модель. Это пиздец, тупее пара, невозможно придумать, блядь. Кстати, я хочу сказать следующее. Футболисты-модель это, сука, что такое? Можно, Катя? Нет, я не говорю же про тебя сейчас, я тебе говорю о том, что сейчас, вот Артём до этого говорил, что вот так если посмотреть на инстаграмы футболистов, вообще на наших футболистов, у них все жёны на одну, вообще, вот просто шаблон. Мне даже кажется, что они одеваются одинаково. Да, как вот в сериале «Каха» есть гениальная фраза, такое ощущение, что их одна мать родила. Вот это вот такие губастые луточки. Но дело же не в жёнах футболистов, а дело в том, что это тюнинг общий, он сейчас распространён, и все под одну... Да, вот одну гребёнку, губы, нос поменьше, скулы, сюда вколоть, сюда. Я недавно так была удивлена, когда девочка говорит, мне 20 лет, и рассказывает, я тут колола, тут, тут, тут. Ну так вот модно, так молодёжно. Окей. Уже с 16 лет на игры юношеских команд приходят девочки, ну там 11 класс, первый курс, 10 класс. На трибуне сидят эти девчонки. Блин, я никогда за молодёжкой не следила, я всегда хотела сразу, всё и сразу. Честно, вот видишь как, ты должна взять пацана в молодёжке и дотащить его до этого уровня, понимаешь? Ну это понятно, а потом... Хочешь быть замужем за генералом, ну там давай... Я просто, знаешь, как прихожу, я-то прихожу всегда как на праздник, всегда красиво, это при марафете, но я-то себя как веду... О, нет, о боже, что ты делаешь, господи, слёзы там сидела... Правда, я болею, я люблю, ты болеешь, я болеешь. Скажи, пожалуйста, Карик подтвердит сейчас Карик, можно тебе взойти, пожалуйста? Говорят, не Фёдова болеет. Блин, я не знал, что позовёте даже... Ты не предупреждал, что ты его позовёшь? Ты сказала, я болею, но эта фраза тоже была бы за тех, кто заходит Карик. Сумма метри раза в день, Аллакин Альфа в плечо неделю, Элинах для желудка, всё пройдёт. Карик, честно говоря, было скучно без тебя. Я Карик. Карик, скажи, пожалуйста. Кстати, защиту не Фёдова, секунду перебью, она раньше была официальным лицом ФК Ростова, теперь она официальное лицо Ольгинская. Это тоже очень круто, гораздо крутое задача. Потому что я убираю каждое утро там за твоими девушками, извините, пожалуйста. Я тебя обожаю. Давайте, может, выпьем, закатим. Давай, 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 давай. А скажи мне, пожалуйста, вот кто из игроков Ростова тебе больше всех нравится? Как футболист? Как футболист. И почему? Как футболист? Да. Но я люблю, как футболиста Шамуродова. Норман, мне нравится сейчас. Охуеть. Охуеть. А за что ты любишь Шамуродова, как футболист? Как футболист? Как футболиста за это? Блин, ну он головой хорошо забивает, хочу сказать. Он правда головой. Сколько раз он забил головой? Много. Ворота противника. Я про что? Ты подумала, что? А это у него не русская фамилия, он кто по национальности? Он Узбекистан по-моему. Он Узбекистан по-моему. Он Узбекистан. Ой, Катя, Катя. Спасибо Богу, что ты есть. Карик, а что вообще это самое? Как твои дела, как здоровье? Поправился только. Нормально, все? Только поправился, вылечился, пропил курс, не бухал две недели. Ты вчера без гондона засадил меня сразу. Прямо сразу сходу. Ну, на утро я сам проклинал себя. Такое лечение прошло, уколы в плечо, сверечь и все. А что у тебя было? Что у тебя было, кстати? Я никогда в жизни не болела никакими болезнями. Карлиту – это амбассадор Хламидии в Ростове. Официальное лицо. Амбассадор Хламидии. Кстати, они, кстати, никогда не спали, в отличие от всех моих друзей. Ты обалдел! Отдать твои высоты надо. Это неправда. Это неправда. Стоп, подожди, не бесись. Это реально, все еще мне пишут, ты ее чпокнул за сандарт. Вы все, отвечаю вам, никто ее не чпокал, из нас точно. Вот это правда. Еще держимся пока. Это правда, да, это правда. Ну, то есть, я снял, как я моржаю. Артем! Да! Кать, смотри, вот у Ростова очень непростая финансовая ситуация. Ты можешь в двух словах описать, в чем проблема? Ну, потому что контрольный пакет акций принадлежит администрации Ростовской области, и они не хотят кого-то туда впускать, поэтому спонсоров особо не привлечь. Я знаю, надо пустить лицо Фэка Ростов к администрации Ростовской области. Можно я тоже один вопрос, Катя задала? Вилкой в глаз или попрос? Вилкой в глаз. Все, спасибо. Вилкой в глаз. Рабочие моменты, подожди. Дурак! Смотри, я когда изучал твой инстаграм, там был такой пост, значит, там была такая фотография, ну, как обычно, ну, я просто констатирую факт. У тебя на странице в инстаграм обычно идет фотография какая-то такая эротичная, вот, а потом идет какой-то, ну, статус и… Противоречит фотографии, которые… Вообще хуй пойми, почему там этот статус. Нравственный, да, наверное? Нет, ну, просто какая-то пурга, вот, которая… Пурга? Там была, значит, я мечтаю об уважении, любви и… А я не понимаю, а с чего люди взяли, что… Мое тело, мое дело. С чего люди взяли? У-у-у! Подождите, что голая женщина, она не имеет свое мнение о гражданской позиции и так далее и тому подобное. Я считаю, это абсолютно, ну, как… Это стереотипы, которые заложены у закомплексованных людей, вот и все. В чем проблема? Я могу показать свое тело? Да, безусловно. Причем… Там нет ничего такого, чтобы… Там нет ничего такого, чтобы было видно и постыдно. Да, это красивые фотографии, но они не пошлые, на мой взгляд. Можно в шубе сняться пошло, а можно голой сняться эротично, красиво. Ну, как бы, я считаю так. Поэтому меня очень возмущает этот… Вот это вот веяние, вот как ты можешь, ты выкладываешь такие фотографии, и ты мечтаешь, да, при этом я нравственна, да, при этом я не занимаюсь сексом со всеми подряд и так далее и тому подобное. Я не занимаюсь сексом. Как это у тебя… Давай, давай вот без пиздежа. Честно, я сейчас на тебя не нападаю, отвечаю, чисто по-братски. По-братски. У тебя все фотки там голые. Да, да. Я объясню, почему. Я выкладываю красивые фотографии, где я разукрашу на разными цветами, красками там или спортивные, и у меня, допустим, 20 тысяч лайков. А потом я выкладываю в углы, где 95 тысяч, и я понимаю, что инстаграм – это публичная страница, ну скажем так. И я пытаюсь угодить своим подписчикам, если им это нравится, значит… Какие твои подписчики? Мои подписчики. Я пытаюсь угодить твоим пошлым, мразовладным мужикам, которые… Хотят тебя. Отписывайтесь, мужики, вы пошлые, развразовые. Вот, поэтому это инстаграм всего-навсего, а так меня сложно… Кадя, а ничего, что ты вот из-за этих фотографий, вот женатый мужик живет с женщиной. Вообще, я считаю, что мужик не должен сидеть в инстаграме. Он заходит… Ты что, сейчас нас всех сейчас… Нет, вы работаете, это другое. А когда мужчина женатый сидит, а тем более на моей странице, где, ну скажем, да, такое… А для кого-то это? Для твоих подписчиков, которые не женаты. А, может, они женаты? Ну, меня это не волнует, что жены переживают. До недавнего времени я очень переживала за этот факт. Все мои друзья, многие, они женаты, и мы действительно просто общаемся, и я так домой… Нет, подожди, я хочу сказать… Успопила, сними пиджак. Господи. Просто пожалуйста. Домой и так далее, и тому подобное. И то есть из десятерых, кого этот мужчина имел, я буду одиннадцатая, которого он не имел, и при этом при всем ненавидеть будут именно меня. Так вот, я не переживала. А ты не думала, что когда ты постареешь, блять, у тебя вареник свистнет вот так, ёбаны в рот, нахуй, никому не нужно, на пуговице будешь его застегивать, блять, и ни мужа, ни хуя рядом не будет. Пластика глитера, братик существует. Я уже к тому моменту буду богатая, и сама буду заказывать А богатая не отменяет факт? Я буду заказывать себе мальчиков, которым будет все равно что-то. Так вот. У тебя упало. Вареник свистнет. Первый раз возле не Фёдова что-то упало. Ахахахаха Супер. Короче, я скажу своё мнение, оно может быть дурацкое, может сейчас все девочки меня будут ненавидеть и скажут «Нет, Тёмочка, это не так». Я уверен, что девчонки выкладывают свои жопы и сиськи не просто так. Они хотят, чтобы их посмотрели, оценили, выбрали, забрали. Всё. Инстаграм это сновременно. Выбрали, забрали, я не отвечаю никому в инстаграмме. Как они могут выбрать такое? Нет, ай, ай, не надо в инстаграмме. Человек увидел. Вот, например, у меня есть знакомая, они говорят, не Фёдова. Такая там то-то-то, можно с ней там как-то пообщаться? Я говорю «Нет, вы что?» И даю твой номер. Да? Мне никто не писал, кстати, ни разу. Это неправда. Можно я всё-таки… Да, мне попался на глаза один любопытный момент. Я хотел просто его озвучить и спросить, а почему у тебя была такая реакция? Значит, ещё раз, фотография какая-то эротическая. И там было написано «Я хочу уважения, любви и преданности». Это моя цена, да. Я помню. Это моя цена. Вот. Да, да. И дальше какой-то мужчина, видимо, пишет комментарий. Всё говоришь «Хочу», «Мечтаю», а на какие жертвы способна сама ты ради цели? Это вообще… Я даже… Извините. Можешь ли перебивать человека? Говоришь «Я мечтаю, хочу, чтобы уважение, любовь и забота, преданность и т.д. А на какие жертвы пойдёшь сама ради всего этого? Способна отказаться от своих подписчиков, Ростова, видеть родителей раз в несколько месяц и уехать в деревню, где только на УАЗе можно ездить, но при этом у тебя… «Муж, дети, семейное счастье». Думаю, что нет. Нет. Не думаю, что нет. Я могу ответить сама. Нет. Я хочу прочитать… Пожалуйста. Я хочу прочитать твой ответ просто. А потом ты можешь выплеснуть просто всё. Я хочу сейчас сказать больше. И ты пишешь… что уехать в деревню рожать детей пасти кос не вообще сошел с какой стать я должна это хотеть я никогда в своей жизни не было в деревне и не собираюсь и явно не претендую на деревенского парня очнитесь уважение доверия и а уважение и деревня какие параллели вообще ебнули да я не понимаю я считаю что относится к тому что я хочу я очень часто после того как мы выпустили был выпуск у артема где на чем он ездит по моему я вот сидела сзади и что-то рассказывал артем говорит ну скажи что вот вы типа с тобой не знакома чем я езжу и не федово было они они боятся боятся подходить но это правда а там была тема я помню да я говорю есть мальчики которые боятся подходить красивым девочкам я просто сказала что не бойтесь подходить если вы этого хотите на что они до сих пор уже прошел год и они до сих пор мне пишет ах вот так вот а ты говорила что ты с обычным парнем будешь общаться встречаться я тебе пишу то мне не отвечать кто сказал что я ну как сказать я как бы ничего на себя там не надеваю не пуховики да не шубы но тем не менее почему я должна я что-то делаю для своей жизни я занимаюсь какими-то делами я работаю так далее тому подобное я слежу за собой я тренируюсь почему я должна идти на улице ваня сидит пьет бутылку пива и горит ты тварина проходишь мимо меркантильная сука и со мной не хочешь встречаться цифр как цифры 3 к 3 5 к 5 ну это так всегда почему так я хотела уехать за своим парнем в деревню просто вот в чем проблема я хотела он прокурор и он должен был там что-то я не знаю два года пожить где-то там периферии я любила его после этого природовая любовь делал это неоднократно я хочу да потому что я сам с деревни да не проблема смотри просто ты когда так пишешь многие люди же интонации понимают как ты а как можно не просто когда ты почему мы разбираем мой ответ послушайте что он пишет откажись от родителей не видеть их уед рожать детей потому что потому что он не захотел а деревня была где-то в италии не было у меня такого я люблю содержать я люблю спонсировать парни только дай мне где ты помнишь это видео в интернет гениально когда когда я готова работать и содержать парня и тут же сразу в резко махачкалинец такой стоит делали стол ты только скажи где момент на самом деле подожди скажешь похрани мысль сейчас если получится я хочу подожди спонсировать парней ты сказала когда это было у тебя было такой шутер до 5 лет я да это была моя любовь я была очень благодарна потому что во время ну как бы операции он со мной разговаривал по телефону неделю перед операцией я была так ему благодарна что с тех пор пять лет я тянула его на себя да я любила его и тогда я верила в любовь обливайся мой сладкий до сих пор братские подгоны снова стороны для вас открываешься раньше я по-другому видим директ мне пишет вот постоянно тебя она спонсирует тебе даю деньги это правда не правда я хочу сказать говорит цитата я не смотрел далеко только писью видел это очень важная тема правда вот огромное необъятное количество сообщений приходит мне в директ из них всего два было предложением не спонсирование все остальные были кай займи денег кай дай пожалуйста день поэтому о каком спонсирование в моей жизни идет речь если у меня пока и как ты стала мисс пока не когда мой рот не видел ничего подобного а вот так а вот так если реально существует реинкарнация к переселению душ то чья и вот катина душа чье-то тело переселиться и опять будет пиздец я хочу чтобы пройти к женщинам было иное отношение вы знаете честно все проблемы я считаю у нас кариканных женщин за право доступных мужчины перестают ухаживать потому что там льготнице стоят ты ей бутылку в рот засунула она с тобой поехала они перестают бутылку в рот засунул льготнице льгот я 1 льготнице это что знаю это правда и мужчина потом как вот про салат цезарь я рассказывала вот такой расскажи расскажи что а что но это образная ситуация я правда не наслышанная когда ну чаще всего что раньше девочки заказывали салат цезарь нравится и вкусно и бюджетно вроде как и вот они вот так взял положу слова и слова дайте мне ночь я хочу этот салат да и вот он сидит и вот так вот уже ага так 270 рублей на что-то доела но быстрее пойдем уже в номер то есть вот так это все происходит сейчас он же еще и плюс покормил он купил салат цезарь и ты хочешь чтоб ты в номер с ним уехал но не я ну не конечно это они делают так короче у меня всегда такая тема я всегда стараюсь заплатить даже за себя мне очень некомфортно и правда это ей всегда некомфортно мы сколько где гуляли она всегда потом может я заплачу да там счета но его на хуй не не лезь в эту войну просто у меня пять лет как бы стажа да что на платить за себя и не только за себя и мне правда что значит 5 лет скажу как за что люди которые работают на заводе где-то там женщины неважно девушки для них стаж это пиздец что за слово блять аж блять для тебя 5 лет стажа салата цезарь это блять никогда бы 5 лет стажа семейной жизни я убирала готовила при этом я работала это срок аниста катя у тебя есть образование нет почему нет у нее это слишком скучно она закончила курсы по накрашиванию ресниц или к визажист и брови брови просто как до карли то познакомился с нефедор на курсах поминет я был реквизитом он заступится за тебя в конце все хорошо армяне мы договоримся я понял с кем ты уедешь дядя кореном в итоге как все ребята на своем такси эконом-класс охуеть сейчас прозвучало артем всегда вызывает мне комфорт плюс мне нравится от него уезжать а чтобы от меня уезжать надо приезжать так все завалите значит сейчас прозвучала краеугольная фраза она сказала я никогда не делала нет вот правда в отличие от александра честно и такой вопрос вот это кстати всех нас касается за столом вот я просто задумался я однажды я задумался когда мы подходим знакомиться с девушками да нам очень нравится девушкой мы подходим знакомимся пытаемся произвести впечатление и приглашаем на свидание ну девчонки допустим там 25 26 лет вот и мы знакомимся и все вот наступает трепетный момент первого поцелуя я понимаю да карик мне по работе нельзя тебе по работе нельзя да вот и я знаете поймал себя на какой мысли что никто из нас не задумывается о том что если ей 25 26 лет у нее наверняка уже были какие-то отношения или я думаю что они одни то есть поцеловал ее ты поцелуешь его и нет 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 она наверняка она же наверняка делала меня ну наверняка сто процентов и мы когда и вот в этот и мы об этом даже не задумываемся ну подожди то есть вы хотите сказать что вы никогда не целовали девушек кубы выясняли что блять что ты выяснял понимаешь мы об этом не думал как я это правда вы носители чьих то это я она из ростова братьев не ебут разница этого честно я даже поверю что она этого не делать потому что в ростове это потому что западло считается даже для девочек кстати надо отдохнуть девчонки они реально мощно они всегда вот так вот я никогда не было хуйня мне было лет 17-18 мы пошли с пацанами к проститутке но проституткам нигде к тем проституткам потому что в то время такое было что чтобы девочка укатать надо было блин но нужны были мозги откуда мозги я блять шмаль курил в 14 лет короче теперь и мы пришли к проституткам и она мне это про меня нет она сосет сосет и себе не показывает короче она сосет и такой звук я говорю что это она говорит поезд едет поезд едет поезд едет поезд едет то есть она не вынимая не вынимая поезд едет поезд едет короче то есть ну и хорошо а как тогда как ты зарабатываешь на данный момент я помогаю папе какому? папе римскому у нас был автосервис и я ему помогала когда он заболел а сейчас как бы ну вот автосервис? и ты ему помогаешь в автосервисе так мы сейчас идем в грустную нотку блять я ой извините я не должен материться я не должен у меня образ я не матерюсь а как ты можешь чем ты можешь помочь автосервису? когда папа заболел я резиной стала там скажем так управлять покрышкой докаткой и контролировала мужиков запаской чем хочешь посмотри машина какая а до того как это случилось как ты на жизнь зарабатывала? ну то там то там то там то там вот это уже секретики секса за деньги не было нет да при чем секс за деньги подожди никто не говорит что девочки проститутки которые идут шпилиться за бабки не так говорится о том что сейчас есть такая тема что девочки находят себе фраера который их обеспечивает меня никогда никто не содержал никогда ни разу я очень хочу если кто то есть пожалуйста я готова напишите в директор дядя Карен дядя Карен дядя Карен у тебя есть шанс смешная история была не Федоров в инстаграмме я что-то видел она заболела так жалко она заболела я обычно не выставляю это такое ну ладно она говорит я болею мне очень плохо да я так не делаю мне так хулево не болейте никогда берегите себя родных и близких и через два часа сториз подарки цветы лекарства я объясню это было правда так как я очень ответственный человек ответственно подошла к себе блять к своему здоровью я не люблю подводить я проснулась у меня была гнойная ангина я сегодня не могу приехать на съемку причем съемка была бесплатная но просто я пообещала мне говорят мы не можем найти замену я с температуры 39 приехала на съемку отснялась вот и ну все а вечером выложила мне было очень приятно что тебе плохо а через два часа пожар нет я выложила раньше потом я поехала на съемку а потом мне вот это все сделали наше общее с тобой друзья мои сладкие да 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 я дал им твой номер это никакая не манипуляция подписчиками это абсолютно я нет это просто типа мне плохо у меня есть уйма на самом деле ситуации истории которые могли бы прям ко мне подписчиков расположить но нет но нет да она просто все пиздец она просто выложила сторис чтоб ей помогли когда я еду и все вот все что произошло а через два часа когда она выложила сторис у нее появились подарки цветы игрушки мяки еда и таблетки она просто пиздец ты следишь на это что Кать скажи вот когда девушка выкладывает фото фото в купальнике где демонстрирует явно демонстрирует то что у нее прекрасная изумительная фигура и великолепная задница чего она ждет в ответ ничего ставлю можно я хочу обратиться ко всем кто это делал никогда в жизни нет я лично не женился на такой девочки никогда почему это не в твой камень ага это твой камень с мальчиком и он мне так нравился и он мне говорил о моем инстаграме что якобы вот к я удалила это было единственный раз я удалила фотографии и что я вижу буквально через неделю он ставит лайки такой толстожопой девушки на ее в откровенных фотографиях я не понимаю пускай я заменю тебе все что ты хочешь я буду для тебя instagram дива я буду для тебя там кулинарка я буду для тебя вот ими нет не делаешь ну я сделаю своему мужу сделаешь конечно для моего мужа будет полный спектр услугов короче и я решил развод момент мне было так обидно и неприятно что ну то есть ты пропагандируешь какую-то нравственность а сам это делаешь зачем он гор но это просто но ведь я у тебя есть смысле это просто короче я решила что я буду всем ребята тоже не надо пиздеть мы тоже реагируем на эти фотки и мы когда видим это и сразу западаем да ей важно чтобы в инстаграме была какая-то статистика просмотры лайки и все дела для этого она делает и для этого она работает не мешать и работать я волнуюсь а и и буду она это делает потому что народ на это реагирует как бы не было но всегда мечтала встретить мужчину который бы не был вот в этих рамках стереотипов который был бы не против того чем я занимаюсь а то есть подожди когда ты найдешь мужчину своей мечты удаляешь инстаграм продукт да да ни в коем случае я не пойду на попятную типа вот все он со мной кто дает гарантии кто дает гарантии потом ты выходишь хотя покормить грубо говоря некому ау я свободно подожди подожди это правда давайте честно мы же честно разговаривать а давайте вот давайте вот я тебе рассказываю историю смотри ты начинаешь общаться с парнем и зачастую именно потому что я люблю вот это караи лягненка вот это они маленькие за них у я себе блять скажи нахуя вы устриц заказываете я не люблю устрицы ненавижу грибы лисички бюджетные охуеть соберу корзину наберу это я же делаю моя семья занимается просеком последняя партия была не только таких крутых девочек мажорских всяких я такой бокал просека обратить на шампанское так вот я раз и охуела ты кроме осминога что жрала последний раз я осьминога не жрала а что ты там заказываешь всегда только мясо я люблю мясо охуеть как дорого это все извини так вот извини ни хуя себе извини блять 5 500 извини да в шефе в москве стейк 4 500 откуда 5 500 в ростове я потому что не кушаю в шейхе в москве ты говорила что зачем мне мальчики мне я люблю караи ягненка кара ягненка ёбана в рот бля вы заебали выбирать она надо ебашечку заходят молодые мальчики ты все обращаешь на них внимание там у вас что-то закручивается какой-то роман и вот здесь начинается вот это их максимализм юношеский удали фотографии ты в меня влюбился причем при этом при всем при фотографиях прямые там не знаю внешности при том что я одевал надела правда надо летом подобно потом начинается удали фотографии перестань так одеваться туда не ходи так не разговаривать ты это все делаешь окей ведь этого он так и увидел а сейчас хочет по-другому да я считаю ты влюбился в меня люби меня не надо меня менять не надо я сама изменюсь я сама не захочу это делать если я буду с настоящим мужчиной ну я такая по крайней мере и вот он начинает меня менять я меняюсь окей а потом просто в какой-то момент он такой лайки начинает ставить мне больно потом он начинает с кем-то переписываться мне больно потому что я слишком прилежная я слишком порядочная я слишком хорошая должен забил кто-то вселился спать я услышал одно слово я не могу сальту хочу ебануть мужчина должен следить ты должна быть вот так везде и всюду ты должна заниматься тогда ты меня раздел для видео постоянно это делаешь и создал мне такой хорошая девочка и потом он просто расстаетесь вы расстаетесь а ты-то от всех отказалась твой телефон потому что на просмотрах от всех от кого от каких-то там своих даже просто приятелей друзей приятелей друзей да которые много мужчин друзей которые которые потенциально могут прокормить тебя если что я образно я образно говоря тоже это те люди ну то есть поклонники верю женскую дружбу я не люблю женщин я не дружу девочка а ты дружишь я люблю мальчиков очень люблю мне с ними легче наладить такой момент вот я например вот я например не верю в дружбу между красивой женщиной нет красивой женщиной и мужчиной знаешь как я тебе объясню вот я не верю я я знаю что он хочет присунуть безусловно это хорошо но если он хочет было бы хуже и вот тут такой момент либо он хочет быть рядом с тобой приближенным и тогда он принимать правила моей игры о том что я об этом якобы не знаю он этого не показывает но у меня так либо как бы ну расход у меня были такие ситуации я дружила три года с мальчиком он очень хороший он прям вот вот по первому зову какая-то проблема и он при приезжал и вот потом что-то у него и он устал он проявил свои чувства и мы закончили получается ты манипулируешь своими поклонниками влюбленными в тебя они хотят тебя ты держишь их на расстоянии но я но кармен даю человеческие человеческие калита аспекты я могу всегда приехать когда и это правда это не просто слова вот там ему было плохо он вообще работает на рынке на рынке ему было плохо не я проснулась нет он работает на рынке он продает тетради и я проснулась я проснулась рано утро из одного конца города поехала в другой я другу первую очередь у меня нет гендерных разделе даже не станешь заканчивать и побрать эту хуйню даже братский стол она спонсирует мужчина на блять честно работает за этого на тебя узнали с другой стоит очень крутой поймёмся это всегда работает не за переходит мы сейчас не надо как на эту фразу переходить еще я кстати прокатит резко я хочу сказать что кстати карик никогда не предохраняется похлопать ребят вы мечтаете об этом и когда кстати русик я тебе скажу так и короче у карика есть одна охуенная наследственная черта пиздец я знаю и что нет но говорят что только 1 до воландемор коррита имеет огромный а кстати раз мне потенциал девочка сказала что вот так вышло от тебя когда мы были на даче она говорит кто там сказал что это то что это то с которой мы пересеклись папе на то что бывшая была на даче мы с ней пересеклись это очень смешная хуйня мы ездим на дачу приезжают девчонки туда-сюда и теперь карик привозит туда девочку и она заходит и он говорит это моя дача она говорит что ты пиздишь я здесь хозяином была ну давайте за кариках у не ну сейчас он стоят сейчас у меня есть такое предложение выберем и скажу кое-что не федорь спасибо тебе большое катюша кстати знаете что я вам скажу ей будет безумно приятно если вы подпишетесь все на ее инстаграм я знаю это точно она вам будет писать вот выкладывать жопу и писать что-либо не знает границ но жопа будет поэтому еще иногда она будет становиться на подоконнику в купальнике делать фотку а потом внизу писать доброе утро я когда я люблю когда меня любят не нравится когда яичница утром жарит в этих в леггинсах обтягивающая срока а я не готовлю я сейчас не за тебя вообще принципе она жарит и горит и чтобы там вот так вот вот в такой позе готовила ему завтрака почему нет когда два в одном сочетается как мечтаю об этом моего любимого приготовила завтра поверни серьезно а ты можешь так экспромтом показать свой завтрак сейчас всем своим подписчикам давай нефедова еще раз за тебя спасибо что пришла хотел завтрак посмотреть так надо кушать через два часа уже надо кушать короче ребятки вот такой вот был братский стол это первый выпуск был не знаю кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось не ставьте лайки дизлайки не надо иди нахуй колокольчики этот передача будет выходить периодически часто и скорее всего пока у нас будут идеи она будет существовать я знаю что сейчас существует огромное количество женщин девушек девочек которые если бы я была на месте нефедовой я бы сказала то я бы сказала это у вас есть прекрасная возможность быть за этим столом напишите в комментариях если ваш комментарий наберет больше всего лайков то вы будете за этим столом я вам обещаю пока пока обнимем катю напоследок все обнимем да я тебя сзади подержу чтобы не упала хотя поцелуй только в шею артем а что буду другие девочки смысл никаких девочек а вторая курица у тебя в машине загорелый красавчик давай сладко отчет налил правда карик ты опять думаешь за конечно всегда в этом без гандона три минуты как ты любишь только не снимай загорелый красавчик туалет никто не хочет это передастся так я не ем хлеб